Приветствую всех с победой! Сбирная Украина будет играть в финале. Мы начнем с конференцией главного тренера Руслана Ротаня и наибольшей главной акции этого матча. Георгия Сутакова, ну, Руслан Петрович. Какие враждане уже привыкли с этой думкой? Ну, по-перше... Доброе. Доброе утро! Субтитры делал DimaTorzok Дякую нашим захисникам. Я поздравляю команду, яка провела фантастичний матч. Вона показала, що дійсно ми є команда і ми прагнемо більше. Тому, якщо взяти матч і на багато років відійти назад, коли ми тільки зібрались, ми не могли представити собі, особливо після першого матчу з Францією, що через два матчі ми цю збірну Франції обіграємо. Тому, я хочу привітати наших гравців з чудовою грою, з перемогою. І те, що найголовніше для мене, мабуть, це те, що вони в цьому матчі стали краще, ми серед краще. Дякую. 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 Якщо чесно, у сьогоднішній гірі я не можу окремо когось виділити, там Мутрик чи Бондаренко, сьогодні вся команда грала, билася і була в ній цілій команди, тому я не можу виділити. Але якщо вже казати саме про наш тандем з Михайлом, то, звичайно, ми один одного відчуваємо. І я вже казав після гри на прес-конференції, що раніше я йому віддавав такі передачі схожі, і він забивав. У нас були трохи різні ролі. Моя задача була віддати його забити, але зараз я знаю, на що він здатен, я знаю, яку він передачу може віддати, тому моє завдання було тільки туди побігти, відкритись. І так сталося. Ми розбирали французів, що вони грають дуже високо, і ми можемо грати за спину, і ми маємо грати за спину. І тому так і вийшло, що я побіг в зону, і він віддав цю передачу. Передача була схожа, як він віддавав на Віктора Цехникова в матчі з Македонією. Він це може. Всі це прекрасно знаємо. Тому, я ж кажу, тут немає чогось особливого, там наша хімія. Тут просто ігровий момент. Дякую за перегляд. І я вже казав, що ми маємо відділися, що ми маємо відділися, що ми маємо відділися, але зараз я розумію дуже виглядно, що він є високим. І тому, ми, з'явилися, що він є високим. И вот, я думаю, что это было очень впечатляемо. И так же, что он делал с Тиганков в матче против Масибан. Я не думаю, что это было не то, что это было, но это было время игры. так мы мы разумели что зборная Франция дейсно очень компактна в середине обороняется очень большей к количествой середины поэтому мы понимали что середину максимально перекриють мы делали акцент на цьому и делали акцент на том что грали практически сегодня скажем так сложной девяткой чтобы вытягивать защитников которые играют очень высоко и в эти зоны должны были убегать наши крайние венгеры но я очень доволен тем что в ситуации когда Михаил поменялся с Георгием местами Георгий взял эту роль на себя и ввернулся в этот простор который для него создавал передачу Дмитро Крискев поэтому этот матч мы обязательно должны занести себе в актив еще бы хотел бы отзначити сборную Франции это очень потужный коллектив очень хорошая команда индивидуальная мастерность и я вдвече мабуть доволен тем что наши хлопцы отреагировали на результат как индивидуальная мастерность так и характер не раскисли и скажем так быстро поверного севера я очень рада я думаю, что Мехаилу и Георги это очень хорошая команда И Франция как агровая квалификация не сутяло отличаться от тех, кто сегодня вышел на поле. От расскажи, как изменилась сборная Франция в этом матче. Чи, возможно, это все-таки больше изменения с сборной Украины? Вы правильно сказали, и я вчера помню это вопрос. Я сказал, что мы в первую очередь изменились. Мы не можем сравнивать тот год и сейчас. Мы все выросли, мы уже досвиду набралися, мы заграли, майже каждый из нашего склада игр в Еврокубках. Если говорить про меня, я уже заграв несколько игр за национальную сборную, и поэтому уже после таких игр у тебя есть досвид, ты уже по-другому вообще играешь в такие матчи. Поэтому не можно сравнивать, и Руслан Петрович правильно сказал, это уже совсем другая команда, в первую очередь наша команда. Да, в них не очень изменилась команда, и если брать по прозвищам, и в нас, и в самих футболистах. Но мы в первую очередь изменились как индивидуально, майстерно, и наш уровень игры, каждый индивидуально, выросли в несколько раз. Поэтому в первую очередь нам нужно, я уже сказал, отштовховаться от своей игры. Мы не можем смотреть там Франции, Испании, нет бизнеса, в чем мы играем. Мы сегодня показали, что если мы играем одной целой командой, нашей командой, мы умеем играть в футбол, мы умеем играть в мячем. Так, конечно, французы индивидуально, все сильные футболисты, и против них очень сложно защищаться. И были моменты, когда нам нужно терпеть, но я же говорю, что я уверен, что все украинцы, которые смотрят в мяч, гордят за нас. Потому что мы умеем играть в футбол в первую очередь, а не просто отбиваться. Мы умеем играть в футбол в тюрьме. А на самом деле, вы решили, что это было бы мы, мы были сразу с этим, мы, которые были украинны. Потому что, между тем, мы победили в экспертах, мы победили в мяч, у нас, мы победили в футболе, в игре, и в игре, и в игре, и в игре. В общем, каждый футбол в нашей команде уже играл в чемпионатах в Европе. Я уже играл несколько раз в центре нашей страны, и это дало много эксперт. И это что говорит Руслан Тантин, и я говорю, что не нужно разговаривать, нет смысла разговаривать. Конечно, мы не нашли, как мы прошли, но мы не нашли на межество в себе. Но мы не нашли уровень. Но наша команда изменилась, мы не нашли уровень, мы не нашли уровень уровень. Мы помогли об этом. очень хорошо, по-моему, в том, что будет во время Франции и Спаркан, мы видим, что сегодня мы мы видим, что мы делаем, 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 да, конечно, французская, это очень сложная команда, они очень сложные вещества, и мы Мы должны услышать этот игрок и следовать в некоторых периодах. Это было довольно сложным, но я думаю, что все ученики, которые смотрели этот матч сегодняшний день, они очень рады о нас, потому что мы показали настоящий уровень игрок.